здравствуйте дорогие друзья я рад снова приветствовать вас в нашей кулинарной студии и сегодня мы попытаемся разобраться в таком разном интересном мире толкина и для того чтобы разобраться я пригласил нашу студию доктора философских наук профессора кафедры религиево ведения юлию григорьевну матушанскую здравствуйте юлия григорьевна матушанская окончила факультет вычислительной математики и кибернетики казанского государственного университета аспирантуру на кафедре истории древнего мира и средних веков казанского университета доктор философских наук название диссертация аутопоэзис библейской философской исторической концепции как мировоззренческой основы западной цивилизации что мы сегодня будем готовить ну я бы предложила приготовить брускеты с ягодами из книжки кулинарной книжки по миру толкина вот такая вот замечательная книжка у нас в студии я знаю что похожее есть по миру гарри поттера но и вообще фэнтезийный мир он какой-то еще и кулинарный вместе с этим итак мы начнем с брускетта для того чтобы для того чтобы сделать обычно берут французскую булку но вот эти вот булочки наверное тоже ой какой хороший нож и эти булочки наверное тоже подойдут их надо разрезать чтобы они были похожи чтобы они были пригодны для брускеты и чуть-чуть поджарить вот в книжке написано что надо на 200 градусах в духовке до на масле вот сейчас возьмем сковородочку и льем туда маслица принципе опять же в книжке написано оливковая на пробовала и на рафинированном подсолнечном тоже хорошо получается она нет она не чувствуется просто на самом деле не так уж это важно юлия григорь но вас такой необычный путь для философ хотя чем больше философ мы встречаем тем больше понимаем что он достаточно обычной вы же были математиком изначально ой как как вы много прочитали я очень давно была математиком и было давно и не очень работал по этой и не работала по специальности вообще ни разу вот и на 10 минут и то есть я не работала по специальности потом пошла в аспирантуру уже в нет на историю на историю это было связано с ранним христианством и тогда это была кафедра древнего мира и средних веков вот как-то этот путь я прошла и защитил кандидатскую по культурологии как ни странно на высоте культуры но по теме связанной с библией то есть пусть по флавию древнерийскому историку по теме связанной с библией вот и после этого я работала в кхт и но который сейчас к нету вот на кафедре философии достаточно долго а потом когда стала доктором наук перешла сюда в университет так вы мне подскажите все правильно делаю отрезать пока не да пока вы отрезаете хвостики сколько вам угодно а потом уже будем творить и смотреть как это красиво смотрится на брускетки вот зависит от картины вводила что получит дата за что получится основная тема ваших исследований это библия во всех ее форматах это ну почему именно этот текст вас кроме всего прочего кроме того что священная книга если начать читать например книгу царство тоже экшен там интересно там голливуд там события сменяют друг друга с бешеной скоростью вот это прям вот на основу мировой литературы вот и всякие разные вещи которые для нас являются когда мы читаем библию думаем господи когда чат заль давид плохо себя вел а на самом деле он был как там тогда вели а вот он был странный потому что он например вместо того чтобы радоваться что погиб бандовщик там его сын да он плакал что сын умер вот это было для них на самом деле не так уж и просто и обычно потому что вот это вот сентиментальность она воспитывается сентиментальность душевность вот эти вот мягкость нравов в том то время когда все равно все равно жесткие да то есть вот это все равно воспитывается цивилизации вот вот возникновение этой цивилизации там вот как раз написано описано это очень интересно а то как писалось это еще один детективный роман как писал свет хизовет вот поэтому мне интересно, я в этом всём тону, плаваю, и как бы не хочется из этого выходить, поэтому, да, я, конечно, занимаюсь разными другими вещами, я веду, например, католицизм России, ещё какие-то… – При изучении Библии вы, в общем, не ограничились с литературным аспектом, ещё и историческим, со всех сторон. – Да, конечно, литературный – это, можно сказать, самый последний прикладной, вот, там, конечно же, и исторический, и философский, и теологический, там бесконечное множество разных аспектов, потому что она, конечно же, когда писалось, не делилась на все эти аспекты, они даже не понимали фикшен и нонфикшен, хотя у них есть и фикшен, и нонфикшен, то есть у них есть какие-то, то есть в Библии есть какие-то книги, которые явно написаны как сценарий, например, книга «Исфирь», да, то есть как сценарий «Порим Шпиля», вот, потому что не было таких событий, но есть в Кумране, это долго рассказывать, что это, вот, то есть в Кумранской пустыне нашли протоисфирь, то есть нашли тексты, хроники персидских царей, с которых, скорее всего, написана была книга «Исфирь», и туда ввели, как Дюма ввел трех мешкетеров, вот туда ввели персонажа, да. Вот наши замечательные булочки уже приготовились. Так, что мы делаем дальше? Мы их положим на тарелочку, чтобы было удобно, и чуть-чуть оставим остывать. О, какие они румяные. Оставим чуть-чуть остывать их. Мы с вами уже начали говорить о мире Толкина, но интересным, наверное, и для наших гостей, и для меня лично будет момент о том, как вообще появились представления о хоббитах, об эльфах. Ну, это все, конечно, фантазия профессора. То есть, нет, понятно, что были хоббиты и эльфы. Фольклори. Да, фольклори, да. Они были, но это были совсем не те хоббиты и эльфы, которых мы знаем после того, как появился мир Толкина. Потому что те хоббиты и эльфы, которые появились в мире Толкина, ну, вот даже если мы посмотрим, фильм отличается от книги, например, когда Араргорн там перед строем говорит про людей, что вот, мы можем там и предать, и все что угодно, но не сегодня. Это вот такой характер людей, людей, людей в мире Толкина. Но есть там хоббиты, которые такие домашние, домоседы, которые не любят куда-то уходить, и исключения Бильба Бэггинс, там все остальные исключения, которые там участвовали, да, в приключениях. Есть эльфы, благородные эльфы, которые метафора такой хорошего аристократизма, в хорошем смысле слова, да, то есть потому что аристократы, понятно, разные бывают, и эльфов тоже не все любят, и гномы, которые как бы жили в подземелье, и охраняли сокровища, да, это все характеры, определенные характеры, которых, может быть, и не было у фольклорных персонажей, потому что эльфы вообще недобрые в английском фольклоре, они не всегда добрые, да. Вот, там еще есть разные другие хулиганские персонажи, лепреконы, например, у ирландцев, да, то есть они, они становятся, у них выявляются какие-то характеры с прошествием времени, да, но это совсем не те характеры, которые есть в мире Толкина. Мир Толкина, все-таки для мира Толкина очень важно то, что там были в основе, ну, во-первых, христианство, Толкин был католиком, да, в Англии католиком, гонимыми католиками, да, вот, потом вот этот фольклор, но Толкин, например, очень любил германский фольклор, вот то, что там старшая и младшая Эда, то, что вот у Вагнера, да, там кольца не было, там тоже кольца, да, то есть вот эти вот, и вот эти вот фрагменты, они присутствуют в мире Толкина, просто по-другому их переставляют, и не любил кельтский фольклор, у него он не присутствует, он говорил, что чушь какая-то, то есть он потому что не причёсанный такой, как бы, в отличие от германского фольклора, который где-то в новое время нашлись люди, которые как-то это всё подали, вот. Ну что, они немножечко остыли, дальше мы берём фету. Сыр фета бывает солёный и не солёный, вот сейчас вот я пробовала уже, он солёный. Это даже интереснее, потому что сладкие ягоды и солёный сыр фета. Так, я тут как настоящий повар всё делаю ручками. Давайте я вам помогу. Ага, да, не обязательно это делать ровно, вот оно пусть будет такими кусочками, вот не надо ровно, надо вот, чтобы оно вот так торчало, так будет интереснее. Ну, вот опять, из моего опыта, не то, что прям книжка предписывает, но вот из моего опыта, оно должно кусочками быть немножечко. Всё-таки если возвращаться к Толкину, кто же у нас любитель брускетты? Ну, да, вот в книжке написано, да, вот, вот, вот правильно вы сделали, правильно. Вот, в книжке написано, что эти брускетты ели хоббиты, когда они забирались в какую-нибудь уютную норку, чувствовали себя в безопасности, и они могли наслаждаться жизнью, вкусной едой, которую они очень любили. Прямо как мы сейчас. Да, тоже уютно-безопасные норки, вот, потому что, ну, невозможно наслаждаться таким вкусным блюдом, ну, как... Во время приключений. Да, во время приключений, в лесу, когда преследуют какие-нибудь враги. Ну, это не для этого, это для счастья. Так, теперь надо, да, приступить к ягодам. Мелко-мелко? Да, нет. Ну, зачем мелко-мелко? Вначале мы голубику разложим, вот, она должна, то есть вот кораблики такие, красиво должно быть, мы же не все тут будем раскладывать, а только вот, чтобы красиво было. Вот мы разложим их. Вот у нас кораблики. В принципе, можно было бы оставлять так, но у нас есть клубника, я думаю, надо разрезать пополам. Вот, чтобы она была такая, или думаете, надо мелкими. А давайте попробуем какие-то пополам, а какие-то вот так вот. Четвертинками? Нет, 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 вот кругляшочками. А, кругляшочками, давайте. То есть кругляшочков, конечно, будет больше, а вот кругляшочками, смотрите, красивее кажется даже. Аккуратнее, благороднее. Да, давайте. Юлия Григорьевна, вот те характеры, о которых вы сказали, это все-таки разные народы или это какое-то общечеловеческое измерение? Нет, я думаю, что это не разные народы. Я думаю, это разные виды людей, как бы разные темпераменты, характеры, ну, вот как сангвининг, с меланхоликой и так далее, но это как бы очень упрощенно и по-медицински. А тут вот как бы творческие, что люди бывают разные, они бывают такими домоседами, и это хорошо, это хорошо, как плохо, да, то есть у вас обратная сторона. Бывают агрессивными, как орки. Да, бывают агрессивными, бывают благородными, но воинственными, как эльфы, да, которые возвышены, которые возвышены любят, которые живут практически вечером, но их можно убить. Вот, то есть вот как бы так все достаточно сложно, да, потому что мир, он сложен, мир людей он тоже сложен и поэтому поэтому это люди эти люди могут быть одной национальности разных на нарезать вообще неважно да это люди которые нас окружает нельзя сказать что хорошо что плохо это просто разное вот вместе со сюда и вот так вот хоббиты эльфы то есть они разные есть те кто не любит хо презирает хоббитов за то что они такие приземленные до мещане да есть те которые ненавидят эльфов за то что они такие агрессивные с пищевые и всегда возьмут свое они аристократы да то есть этого есть две стороны вот но так и так или иначе там и и здесь есть люди получше люди эльфы получше люди эльфы похуже и они это так как бы толкин видит человеческую жизнь все таки человеческую насколько я понимаю вот то есть это метафора людей все-таки брускетта наслаждение хоббита багет или булочки нарезали на аккуратные ломтики выложили на смазанную растительным маслом сковородку и отправили в духовку на 10-15 минут когда булочки подрумянились их достали и остудили далее подготовленные ломтики смазали сыром фета и украсили свежими ягодами в произвольном порядке таким образом наше первое блюдо готово наши замечательные брускетты вот как юлия григорьевна отметила здесь есть своя эстетика своя красота авторское из блюда чувствуется давайте приступать к следующему блюду я знаю что хоббиты в принципе такие как мы сказали уже домашние дом домашние люди любят много и так добро кушать но я полистав вот эту вот замечательную книжку которую сегодня принесли в студию предлагаю нам сделать картофельно-капустные оладьи что нам для этого нужно во первых нам нужно порезать мелко бекон обжарить его дальше нам нужно выложить туда нашинкованную капусту картофель и все это обжарить до подрумянинного состояния предлагаю вам взять бекон на себя я возьму лук чеснок чуть-чуть добавим масло чтобы кого тоже очень интересный момент я вот тоже открыла не столько даже с этими блюдами вообще если честно говорить в основе блюд которые есть в этой книге английская кухня разные интерпретации английской кухни английская кухня с индийской английская кухня там еще с какой-то да вот и вот этот вот жареный бекон это тоже вариант из английской кухни и что интересно я тоже заметила что бекон жарится на масле потому чтобы если бы он сам по себе он подгорит до вроде жир жира но тем не менее и вообще вот это вот сочетание масло сливочного и растительного и поэтому получается вкусно и сытно получается сытно но получается вот такая специфика сытный сытный да сытный английской кухни вот возвращаясь все-таки к хоббитом к эльфам интересно будет отметить то есть мы с вами говорим о том что в принципе мир толкина это мы сами это не что-то далекое от нас насколько часто мы встречаемся своей жизни я думаю постоянно я думаю что это те люди которые нас окружают они ну может быть они конечно в чем-то хобби да в чем-то эльфы да то есть потому что ничего в чистом виде наверное не существует мире вот но это вот как раз я думаю что толкин пытался обрисовать то что есть вообще в человеческой природе надо быть хорошим человеком и у толкин это есть и в английской литературе это есть что в эту есть а положительный герой вот и и надо быть хорошим человеком но никакой человек не лишен недостатков просто нужно но ведь там есть однозначно негативные персонажи ну конечно же не только них смысле понятно что не надо быть с уроном да то есть это с уроном кто он человек я думаю что постепенно поскольку писалось то во время второй мировой войны вот то это конкретно понятно какие люди какой тип людей описывается не конкретный человек а понятно какой тип людей описываются не то чтобы у него была цель насколько я понимаю выразить позицию но это было внутри это было это была жизнь и эту жизнь надо было как-то отрефлексировать и каким-то образом переварить показать то есть поэтому до переживания до переживания там после первой мировой войны были очень серьезные потому что они были инклинга группа людей где-то где но студентов о оксфорда насколько я помню могу быть вот в который входил откладывать лайф льюис тоже и там практически все погибли на первом мировой войне остались несколько человек которые как бы они были очень талантливые вот а потом уже когда вот следующие события происходили то есть когда откровенно было вот как как какое-то зло когда выраженное да то есть в общем то я думаю что толкин просто ну показал выразил это то есть понятно что мир свой он писал раньше но вот это вот как бы не ушло да почему все таки у толкина получилось создать абсолютно новый жанр это его какая-то принципиальная за вы знаете смотрите я так понимаю что задумывался этот мир достаточно долго и бы вначале сельмарион и сельмарион не напечатали потому что это все непонятно и потом ему редактор предложил насколько одно издатель предложил написать как что-нибудь с сюжетной линии они вот это вот все и он написал вот как раз мастерина колец так пожалуйста лучок какого засыпем то есть принципе он не создал в принципиально чего-то нового нет он создал каждый создает но он просто создал наиболее вот смотрите его друг клайд люис тоже создал мир но мы же не переживаем по прямому какой-то мир да то есть сказка 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 с христианским содержанием откровенно христианским толкину не нравилось льюис был протестантом то есть как бы ну попроще была такая эстетика вот и толкин не нравишь так в лоб да потому что он для него важное искусство тот мир который он создал вы посмотрите там языки есть эльфийский язык да да то есть там есть то есть он такой весь оборудованный для жизни и поэтому как бы да он создал новое он просто наиболее талантливый это все сделал используем вареную капусту в нашем сегодняшнем блюде в рецепте так было написано на мои заранее отварили спасибо нашим редактором сейчас мы ее нашинкуем юлия григорь на вот вы сами в чем видите причину создания вот конкретно этого мира миров в целом это бегство той реальности в котором многие говорят что ты escape конечно что это бегство от реальности но вы знаете там сама эта реальность это ну как будто в которую бегут она тоже не слишком как сказать она не идеальная да то есть никто не поверит в идеальный мир и скорее всего это просто рефлексия при переживания пересматривание там ну того мира в котором мы живем чтобы через призму литературного произведения понять что же происходит в реальном мире скажем так вот а скорость другой прекрасный английский писатель да он говорил что ну это неправда что искусство подражает жизни это жизни осваивает модели но немножко не так сказал что жизнь подражает искусство но жизнь осваивает те модели которые дает искусство да вот даже есть там какие-то паттерны поведения да если можно жизненный опыт жизненный случай да была в германии на стажировке в тюбингене там два раза было по несколько месяцев в тюбингенском университете ты как-то раз пошла в кино а там показывали фильм гёте я пришла там сидела мама с сыном и учитель с учениками старшеклассниками а сюжет фильма такой что гёте влюбился там несчастная любовь вдруг и причем одновременно начальник увел у него девушку девушка вышла за того замуж что тот был богат а а ей нужно было ее семье нужно было как бы спасаться от банкротства идет от этого всего несчастья написал страдания юного вертора и проснулся знаменитым богатым девушка все равно к нему не вернулась вот но самое-то интересное сюда да вот самое-то интересное что он прислал ей черновик но она прочитала и когда он пришел узнать что же там такое случилось она залепил ему пощечину вот но вот то что он залепил пощечину я здесь смотрела как в виде это немецкие девочки то есть немецкие девочки с начинок элементируют ой правильно сделала там и так далее вот и я вспомнила другой момент про евгения онегина про письмо татьяны это даже обыграно в этом сериале кто в доме хозяин когда девочка звонит своей подружке и говорит ой что письмо написала вот дура а он что и так далее а что это на самом деле происходит формируется паттерны поведения они формируются литературы и поэтому если мы вернемся к толкину там тоже есть и героизм и вот как бы и по зло показано злом и к это дает возможность людям оценить ту реальность которая есть и вот как бы показать что ну вот так правильно вот так неправильно вы сами решаете но вот как бы в этом итак мы подготовили практически наш замечательный оладушек мы обжарили бекон обжарили лучок чеснок обжарили вареную капусту и сейчас будем закладывать картофельное тюре можно попробовать этот ответственный момент взять на себя ну и теперь нам остается разровнять все это их ждать пока мы перевернули наш замечательный блинчик оладушек пока он готовится юлия григорьевна хотели хочется у вас уточнить как вот все что мы здесь обсуждаем и из мира толкина и из мира христианства да все что мы вот затрагивали как это отражается вашей работе как вы это ну я работаю на кафедре религиоведения я преподаю предметы связанные с библией они еще некоторые предметы и на свои особенность бакалаврами это очень интересно происходит особенно в том что касается библии мы как раз придерживаемся всяких разных творческих методов то есть студенты у меня и рисуют комиксы и делают спектакли и то есть всячески занимается творчеством то есть в принципе вот это знание понимание например мира толкина или вообще литература она помогает доносить до студентов интересно то что до части в игровой форме тоже серьезные сведения я предлагаю нам погрузиться тоже мир толкина на таком кулинарном уровне и приступить к дегустации наших замечательных были картофельно-капустные оладьи по толкину сковороде на растительном масле обжарили бекон и мелко нашинкованный лук и чеснок далее добавили нарезанную отварную капусту и обжаривали еще 5-6 минут затем добавили картофельное пюре хорошенько перемешали распределили по сковороде и обжарили с одной стороны до румяной корочки затем оладушек перевернули и обжарили с другой стороны ну что мы переходим к дегустации как у нас все красиво интересно начинаем салатушка какое интересное сочетание вареной капусты и бекона очень увлекательно да тут еще чесночок чувствует как бы так ненавязчиво хобби ты не дураки я давно хочу попробовать наш десерт у нас такой красивый пожалуйста мы все боялись что клубники будет мало она тут прям очень хорошие играть место корочка хрустящая золотистая прекрасно у вас получилось так же вкусно как и обычно как дома да да вкус уже знакомый особенно мне нравится соленая фета и сладкие ягоды да вполне появилось желание перечитать толкина после этого найти еще новых рецептов для наших встреч но как только мы это сделаем мы обязательно встретимся с юли григорьевна еще раз спасибо большое за эту беседу спасибо большое нашим дорогим зрителям а мы и дальше будем приглашать наших специалистов из самых разных сфер с философии социологии политологии истории для того чтобы погружаться в самые интересные области научного знания спасибо большое до свидания спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!